У граждан заканчиваются деньги. Что предлагает Центральный банк? Давайте мы им не будем деньги давать. Я недаром задал вопрос, а ломбарды? А ломбарды нет. То есть граждан, мы из микрофинансовых организаций толкаем ломбарды. Там условия еще гораздо хуже. Посмотрите, сколько зарабатывают ломбарды на людях. То есть мы затягиваем эту удавку на шеи граждан. Может быть не в этом направлении надо идти, а может быть подумать, почему граждане в такой ситуации находятся. Может быть нам посмотреть и помогать им в этой ситуации, чтобы они меньше шли за кредитами. Центральный банк, понятно, а что он может предложить? Цены растут, ставку давайте поднимем. А то, что поднятие ставки тоже раскручивает цены, это их уже никак не особо не волнует или останавливает экономику страны. Это тоже они за это не отвечают. А то, что у людей денег потом после этого не останется, потому что повышение процентной ставки Центрального банка, это тоже влияет в том числе на стоимость кредита и для граждан. То есть получается, с одной стороны, у людей нет денег, возникают проблемы банковской системы, давайте мы введем ограничения. Для граждан, подчеркиваю. Нужно думать о том, как сделать так, чтобы у граждан деньги появились.